Привет, ребята! Новый день, новый влог! Мы лежим с моим мужем вместо того, что обрабатывает за мной реакцию. Да ладно, на самом деле, я поднялась наверх для того, чтобы спросить у тебя, могу ли я всё, что лежит под лестницей, все технологии собрать в контейнер и спустить в подвал? Нет. Зай, я хочу туда, где вот это вот под лестницей, прям место вдоль, положить подушки для качалки. Они должны лежать на самой качалке. Ну, они не будут там лежать, когда дождины вонючие, и мы на них не сидим. Зачем? Они же портятся. Пускай они лежат там, где сейчас лежат. Мне там неудобно, да. Ты же там не ходишь каждый день. Хожу, блядь, а там куртку только что еле как достала. Ну, вешай куртку в другое место. У меня не другое. Слушай, ну, хочешь, можешь убрать. Ты же всё равно этим каждый день не пользуешься. Зачем? Просто ты, главное, ничего не потеряй, ничего не перепутай и сложи это всё аккуратно. Конечно. Да, я всё аккуратно. Ты же знаешь, я всё складываю аккуратно. Я тебе-то ещё всё помою. Каждый болтик поцелую. Я же у тебя хозяйственная. Так похоже с тобой, да, Зай? Да где же мы похожи? У нас тёмные волосы. У нас одна фамилия, Зай. Мы очень похожи. Точняк. Так давно не лежали здесь. Я вообще здесь так редко на втором этаже. Я только что сходила на улицу, посмотрела, как там поживает наш хозблок, про который мы совершенно забыли. Забыли его закрыть и так далее. А несколько дней просто нереальный ливень, нереальный ветер. Там такие звуки деревья просто издают вот такой звук. Вот такой вот звук просто издаёт дерево, понимаете? Не просто там какое-то шлахание, листочки. Нет. Собаку напугала. Где собака? Собака, иди сюда. Я, значит, выхожу. Что ты думаешь? Опа, молодец. Такая вот у нас милая девочка с нами всегда посерединке. Выхожу, думаю, интересно, что же там с нашим хозблоком. Там, наверное, всё нахер разлетелось. Просто все лопаты друг на дружке. Представляешь, нет. Ветер закрыл дверь. Захи. Что ты мне жалпрусовать его не несуешь? Подписчики постоянно спрашивают, почему сайт называется VioVio. Некоторые предполагают, что это в честь Вилочки. Правильно, пусть думают, что это в честь Вилочки. Но не только. Название придумал Слава. Добавилось буквально вчера регистрацию и вход через Google и ВКонтакте. То есть теперь регистрация стала намного проще. Поэтому если вы ещё не зарегистрировались или в прошлом не могли зарегистрироваться по каким-то из причин... Идиотским причинам. Да, по каким-то глупым причинам. То вы сейчас можете спокойно зайти и зарегаться. Да. И это будет очень круто. Ссылка в описании. Ссылка в описании, конечно. Ссылка в описании уже на новое видео, которое можно там посмотреть. Которое здесь на YouTube будет доступно только через 4-5 дней. Кстати, между прочим, иногда такое бывает, что для YouTube я немножко видоизменяю ролик. Например, для сайта я оставила какую-то очень грязную, мерзкую шуточку. А на YouTube я так и думаю, все так и увидят миллионы. Ну, конечно. Ну, ладно, не миллионы, но типа 100 тысяч точно там и выше может, да? Я думаю, ну, уберите. Поэтому кому интересно... Ну, я так делаю не в каждом видео, конечно, но в некоторых реально, ну, как бы делаю. Я вот знаешь, о чем зайчик подумала? А может не поедем в Москву? Давай все нахер перенесем? Да, давай нахер перенесем. Я просто подумала, что нам, по сути, в Москву надо поехать из-за твоего дела, которое ты можешь перенести на попозже. На 5 дней позже и ничего не случится. Как ты думаешь? Они же сами сказали, что можно на попозже. И я могу перенести маникюр. Поехать снять проект я все равно не смогу в те даты, в которые хотела. И мы можем отсюда поехать на дачу к моим родителям, потому что сегодня, 19 сентября, когда я записываю этот момент, день рождения у моего отчима, Вовы. И на выходные они нас позвали на дачу. Мы можем отсюда поехать туда и уже оттуда поехать в Москву как раз уже по твоим делам, по моим делам, по маникюрам, по работе и так далее, и так далее. По студиям. Поэтому я предлагаю все нахер переменить. Потому что нам, по сути, туда ехать незачем. Получается, мы сейчас поедем в Москву для того, чтобы я сделала там маникюр. И все. А я что думаете? Не похожу вот с таким маникюром еще неделю? Спокойно. Тут же не показ мод, да, Вив? Тут спокойно можно походить с таким маникюром. И это еще не все, из-за чего я поднимала зайчик тебе сюда, а ваш кабинет. У меня есть еще второй вопрос. Что мы будем кушать на ужин? Что ты хочешь? Я Славе предложила доширак. Он почему-то носом борозит. Зажрался, наверное. Котлетками. Теперь вся наша жизнь будет на всеобщее обозрение, на показ. Поэтому, когда пойдешь в уборную, дверь не закрывай. Мы придем. Знаешь, я недавно лежала, о чем думала. Это, конечно, трэш. Может, я это даже только для сайта оставлю. А прикинь, если бы блогеры показывали все. Ну, типа, сидишь такой на толчке, я такой, ох, ребят, сижу, короче, уже какой час. Тужусь, тужусь, оно все не выходит. И такая, знаешь, что-то рассказываю. Кстати, мне такое приснилось. И все это на толчке рассказываю. Сейчас, подождите. Тужишься, короче, такой. Я вот подумала, прикиньте, если блогеры все рассказывали. Блин, я подписалась на такой канал. Ты не хочешь рассказать всем, что ты сделала недавно? Знаете, что ты сделала, Вива? Пришел Пушок. Не сейчас, не волнуйся. Пришел Пушок, значит, рассказываю историю. Мы его покормили, с ним поиграли. Я его позвала. Он пришел ко мне в кровать на первом этаже, где мы спим. Я его погладила, почесала. Взяла этот ролик, который волосы снимает. Сняла с него волосики. Он лежал, урчал. Потом он пошел, уже хотел уходить, потому что ему надоело с нами тусоваться. Он уже хотел уходить. Сидит, значит, там в коридоре. Но еще к двери не сходит, не спускается по лестнице. Сидит там. И Вив, значит, перед его носом бегает туда-обратно, туда-обратно. Он, понятно, как котик. Берет такой и лапкой хоп ее. Хоп ее. Без когтей. Не так, что типа нахер. А просто хоп, типа вот так вот лапкой хоп. Типа ловит ее, знаете, как игрушку. Как мышку какую-то. Вива, значит, вся такая на нервах. Да, я про тебя рассказываю. Вся такая на нервах, прибежает. А мы со Славой все это видим. Ну, непонятно, на пушка не ругаемся, потому что мы видим, что он просто играет. Он вообще очень хороший котик. Он спокойный, хороший котик. Так уравновешенный. Вив, а что ты так сидишь в криво в кадре? Стыдно? А что было дальше? Рассказать не хочешь? Что было дальше? А, Вивена? Вива, значит, садится. Типа бежит в сторону пеленки. Типа не добегает. Не добегает где-то, ну, не знаю, может, полметра. Метр, может. Садится на пол. Там, где вот подвал у нас открывается. Там садится. И сыт. И сыт. Я на нее даже не кричу в этот момент, потому что в другой какой-то момент я бы начала, типа, Вива, ты что творишь? Фу, фу, ты что творишь? Я ничего не делаю. Я стою и думаю, бля, ты крыса. Слава стоит, мы вместе стоим в шоке. Она прям при нас сидит, смотрит на нас и сыт. Огромную лужу. Я такая думаю, здрасте, приехали. Знаете что? Это не то, что она там, типа, забыла, где писать. Да, Вива? Ты же знаешь, где писать. Ты же знаешь, где твоя пеленка. Это она показала свое недовольство, свой характер, что пушок ей не нравится, что он ее обидел, что она ревнует, что мама с папой ей там на пушка обращают внимание. Да, ты же это показывала. Я ей говорю, Вива, милочка моя, что ж ты будешь делать тогда, когда у мамы с папой человечек родится? Что, ты будешь писаться, какаться каждую секунду? И что мы будем с этим делать? Мы на Виву обиделись. Мы ей начали говорить, как ей не стыдно. После этого пушок уже сам захотел уйти. Он увидел все это, подумал, охереть. Пушок ушел. Ну, мы ему открыли дверь, он спустился. Мы долго со Славой стояли, смотрели на Виву таким взглядом недовольным. Не ругались, конечно, но стояли, смотрели, типа, и как это понимать? Не стыдно, Вивиан? Не стыдно. Ну, не стыдно. А-ля-ля-ля. Чего? И чего? Куда идешь? Иди сюда. Под Лиза. Просто под Лиза. Ревнюлька, 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 ревнюлька. Ах, я сегодня сделала все дела, которые на сегодня, в принципе, планировала сделать. Ну, такие домашние типа дела. Так, я хочу расчесать волосы. И, блин, у меня все резинки растянуты. Все. Просто все резинки находятся в полнейшем шок. Ставила лайки под новым влогом, который сегодня вышел. Это «Живем на даче 27». И в комментариях какая-то кто-то пишет. «Прибывая в шоке, какая несправедливость в жизни бывает. Человеку по 30 лет пребывает в такой инфантильности. Всю жизнь еще падает просто с неба. Ни дня у ребенка не болела голова. Что-то там делать, чтобы что-то было». Пам-пам-пам. Ах, сама себе завидую. Каждый день просыпаюсь. Блин, когда хочу. Никуда не иду. Все мне с неба на голову падает. На работу не хочу. Учиться не хочу. Хочу только жениться. Вот так, ребята, выглядит зависть, когда сам не можешь что-то пойти сделать. А можешь только прокомментировать, что кто-то ничего не делает. И все ему вот падает. Падает и падает ему на голову. Я очень люблю, когда мне оставляют подобные комментарии люди, которые... Ну, я, если честно, не знаю, что они там делали в свои 15-16 лет. Я вместо того, чтобы сидеть на лавочках, там где-то во дворе бухать, пила какой-нибудь, какой-нибудь страйк или еще какую-нибудь срань, каждый день что-то снимала, монтировала. Да, кому-то кажется, что это легко, что это вообще шляпа какая-то. И да, я это делала, потому что мне это нравится. А все это дело привело меня к тому, что я стала популярным блогером. Я начала зарабатывать бабки, ходить на мероприятия, знакомиться с крутыми людьми, сотрудничать с брендами. Я типа, ну да, действительно, я ничего для этого не сделала, чтобы все это вот у меня было. Я же ни дня в своей жизни не работала и ничего не делала. И ни разу у меня не болела голова. И ни разу я не плакала в своей жизни, потому что было все очень тяжело. И все как бы это... Ну, не может быть у меня что-то тяжело. У меня все должно быть суперлегко. И все мне вот просто вот на голову падает, и все. Меня это каждый раз до глубины души поражает. Ну, типа, если вы думаете, что моя жизнь такая легкая, что я в своей жизни ничего не делаю, просто купаюсь в каких-то благах, то почему же вы так не живете, раз это так легко, и даже голова не болит от этого, понимаете? Вот-вот, вот-вот. Все отсюда мы сейчас нафиг уберем. Конечно, много всего. О, тут столько всего. И надо все это убрать, потому что вот сюда, в это место, можно засунуть вот эти подушки. Вот она, видите? Я стою между ними. Но сначала... Так, я открою подвал и буду потихоньку туда все это переносить. И там уже все это раскладывать, разбирать. Я, конечно, супермодная. В таких ластинках, ну, ладно, нормально. Как в колготках, знаете? Как будто мне 10. Так, наконец-то. И то, это, кстати говоря, не все. Но, получается, самое основное мы спустили. Все инструменты, я думаю, будут лежать здесь. Субтитры сделал DimaTorzok 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 но никому ничего не обязан ну ладно чё вот и все началась взрослая жизнь до теперь будем передать сказания девочка пойдет на работу чтобы деньги загасить за электричество на собачью работу на собачьи работа собачья работа такая умилять взрослых человеков люди пишут 120 тысяч примерно 100-130 тысяч 50 100 тысяч не больше я спросила в телеграме кстати подпишитесь типа как думаете сколько бабы поет 100-200 тысяч я думаю тысяч 15 есть 400-450 тысяч кто-то думает 45 тысяч 185 тысяч полляма 50 тысяч 83 тысяч до 70 тысяч ты 90 понятно в принципе как бы 100 100 ну как бы мы мы думали что типа 150 не больше будет кстати мы были в магазине и взяли вот такую вот шебу которая точно нравится пуску хотели взять еще другие вкусы но тот другой вкус который он любит там не было такой целой коробки сказали что завтра завезут так что если что заедем возьмем очень удобно вот такая коробка вышла в тысячу с чем-то рублей здесь много тут по моему 37 она сказала много еще других надо вкусу взять как ребят я вышла на улицу потому что мы сейчас осталось пойдем гулять по даче и ломзгать семечки кто-то из вас подумает ну просто треш типа молодая красивая но в целом успешная на типа живет на даче ломзгать семечки знаете какая счастливая а еще кстати говоря помните я вам показывала точно показывала что трава не пошла там где я посеяла наконец-таки хоть что-то пошло но этого конечно мало но я этому рада конечно всякая всячина растет даже посмотрите что выросло а вот трава еле как почему сорнякам так проще выращиваться вот тут выросло тоже он сколько вон там треш просто треш так что вот теперь здесь тоже будет расти травка наверное думаю что не сильно густая сегодня у нас покосили газончик вот смотрите все таки там где были проплешины они там и остались уже я даже не знаю может быть на будущий год лучше будет подсеивать потому что что-то прям не хочется там в этом году травки расти да и сейчас она вообще в принципе тяжело так растет тоже сами представляете солнце мало хотя дожди есть вот здесь была дырка видите заросло тут даже видно где свежий газон видите где он более насыщенный яркий там были дырки куда вот я сеяла он там тоже видите какой он яркий насыщенный это все новая травка вот тут были как раз дырки большие то что помните сорняки вырывала вот уже как все заросло вот вот посмотрите так трава отличается просто треш в какой-то степени так хочется знаете содрать всю траву и засеять новую вот здесь тоже хорошенько отросло там тоже надо будет еще подсеивать подсеивать на будущие года и так далее мы вчера со славой сидели на качалке и ломсгали семечки прям на пол не стесняясь но я вчера под подмела большую часть вы целую пачку скиль а еще цветы вот здесь прям вообще все трешняк но мне написали что они многолетние поэтому если за ними поухаживать если привести в чувства завести в дом эти погодка чудная хотя в шапку но ветра нет но так будет приятно прикольно семечко даю старшему я так знаете сейчас видеть короче видела рил такой типа такая подпись почему ты не показываешь своего молодого человека и такая песня шансон не знаю там он уже не молодой когда она поет уже немножечко седой а он уже не молодой и так показывает на своего типа мужа он даже чуточку седой и что такое но может мотив немножко по-другому короче если тут так угорала знаете что если показать вам мои волосы я там уже не чуточку съедая чуток быстро себе все потому что вы мне нервы трепет не знаю почему так но почему-то почему-то много седых так что пойдем большой круг подачи гулять кушать семечки о чем-то болтать хотя вчера мы тоже гуляли был жуткий ветер но мы хотели гулять и кушать семечки и вышли просто молча подачи кушали семечки потому что у нас был рот занят мы кушали не могли остановиться такой вот угарки ребята всем привет новый день я несколько дней не снимала и настроение не было да и не могу сказать что сейчас его огромное количество но я не могу вам не рассказать и сами не поделиться тем что произошло с нами два дня назад мы спали проснулись утром и услышали как что-то скребется это услышал слабо разбудил меня тем самым безумно меня напугал потому что он только говорить типа мышь скребется походу мышь скребется и знаете что он делает в этот момент светит фонариком в сторону шкафа от нашей кровати я аж подскочила потому что я испугался я подумал что мышь уже прям там сидит и чуть ли не на кровать нашу скребется я не знаю я аж подскочила ну короче а потом когда выяснилось что она где-то там за стеной или под полом в общем я забила на эту мышь и легла дальше спать и из того момента прошло практически два дня наших бездействий но сегодня по моему никто не скребся да хотя каждый раз я прислушиваюсь и мне постоянно кажется что где-то кто-то пробежал но я думаю что вряд ли в его еще сегодня это гавкала утром да я тоже слышал как его гавкала утром но она любит это делать поэтому непонятно но я надеюсь что вивьена как юрширский терьер у которых в генах заложено вообще в принципе как оказалось на мышей охотиться они вот это все любят их заводили даже видимо когда-то для того чтобы это они мышей ловили то есть не котов заводили а юриков как наша вива но мы конечно смеемся с того что если у вивы страх перед мухой то наверное от мышки на вообще сознание потерять но не знаю не знаю на кого она гавкает периодически заедем покушаем и потом поедем искать клей специальный клей хотя у нас есть мышеловки дома но что не уверена я в мышеловках мне кажется клей лучшая тема в общем сколько-то лет назад я не знаю сколько мне лет наверное было 14 13 что-то такое я приехала к дедушке на дачу я спала на втором этаже как сейчас помню у меня был ноутбук даже наверное затем не 14 лет 13 лет 13 да короче у меня был ноутбук я помню я сидела на втором этаже в кровати я там спала что-то лежала и от ноутбука свет какой-то было так в комнате было темно и я боковым зрением увидела как пробежала мышь я испугалась проверяла тапки и не помню как которые лежали около кровати проверяла тапки думал вдруг туда мы залезла потому что надо было надеть как-то тапки тоже босиком страшно было бежать короче я спустилась вниз и в итоге спала на первом этаже вот как раз на диване который мы не так давно продали зимой чтобы туда кровать поставить короче я проснулась я понятное дело проснулась позже дедушки я ему рассказала что там была мышь он посмеялся сказал что он так и понял что там была мышь поэтому я испугалась приближала и он тогда на какую-то картонку специальный какой-то клей намазал и туда типа кусочек сыра положил что такое и я не помню сколько мы ждали может даже не так уж и долго ждали в общем мышь прибежала приклеилась к сожалению к сожалению но что поделать я знаю что мышки прибегают типа на зимовку ля-ля-ля мы не знаем откуда она забралась скорее всего она все-таки через дверь каким-то образом пробежала потому что у нас никаких дырок в доме нет ни в подвал никуда нет никаких дырок я не знаю как она могла пробраться кроме как через дверь если кто-то в какой-то момент там открыла и ну типа наверное такое возможно что мышь могла проскочить что иначе я не знаю как хотя у нас две двери ну типа предбанник тоже ну как бы в общем в любом случае спать в комнате со скребущейся мышкой немножко волнительно не очень-то приятно и у меня постоянно конечно же ощущение что она обязательно должна забраться ко мне в рот в ухо не знаю куда я такой не люблю поэтому сейчас мы покушаем и поедем искать этот самый такой клей как раз мы завтра поедем на дачу к моим родителям потом москву по делам и пока нас не будет мы оставим вот эту ловушку и конечно лучше это сделать пока нас дома нет потому что если мы будем дома понятное дело вивьена может ходить пойти сама приклеится мы как бы не хотели бы чтобы наша собака приклеилась к ловушке для мышей так мы уже покушали приехали в какой-то там хоз товары я сижу у меня открыто окно и слава мне вот так вот сует а я в телефон смотрю я испугалась у меня уже второй день пугает мышиными делами какой-то клей не токсичная клейкая средства от грызунов и насекомых интересно ногу 135 грамм жалко мыши конечно зачем же они забежали приобретает характерную клейкость через 30 минут после нанесения то есть он не сразу становится липкий а через 30 минут скажу честно мне немножко страшно что вивьена сейчас дома одна что у меня постоянно всякие картинки в голове что мышка на нее нападает здесь такого не будет сейчас мы поедем съездим в перекресток нам что-то надо вот а потом уже поедем обратно так мы пришли в магазин взяли кучу всяких шеба вот тут есть еще вкусы но вот я точно знаю что пузьку очень нравится вот эти ломтики в соусе лосось и вот этот форель креветку очень ему нравится и по-моему я ему говядину тоже давала попробовать ему тоже понравилось или говядины кролик или телятина язык в соусе мое короче в любом случае возьмем даже если вдруг он прям сильно кушать их не будет у нас еще в семействе есть кошки так что не пропадет вот но я думаю что жрать захочет все съест тем более я так поняла ему нравится шеба потому что до этого всегда гурме ему покупали но гурме вообще не вижу здесь вообще короче мы тут гуляем смотрим и смотрите еще такого ни разу не видела что в магазине вот так вот выставляли показывали эти лезвия для бритья что можно посмотреть какие что кстати вот у меня такое вот прям все точно такой же вот эта хрень фиолетовая вот такая же с мылом ай смотри вода мы недавно со славой на ютюбе нашли видео где парень тестирует воду разных фирм брендов и короче оказалось что вода эвен ну там типа грязная достаточно и вообще чуть ли не пригодна для питья хорошей водой оказалось знаете как а вот эти хорошие и байкал вот это хорошая вода то есть там прям по всяким с целевым каким-то хорошая пригода для питья байкал хорошая то есть все типа правда что она реально как горные то есть все а вот этот эвен витель да оказались очень грязные что даже нельзя пить потом что там а этот что еще он смотрел шишкин лес смотрел сказал что тоже типа не такая грязная но по в привкусу не очень детскую водичку тоже смотрел святой источник тоже он смотрел ну типа так неплохая синежскую да тоже ни о чем короче я постараюсь найти салвы смотрели на ютюбе не ссылку скину а картинку который он прицеплял он специальным прибором измерял количество там всяких солей каких-то насколько пригодна вода для питья и мы с словами обалдели потому что потому что это шок ну типа самая чистая вода там оказалось это этот восс которая дорогая вот бутылки стеклянной ну какая деточка такая смешная милочка лежит на этой подушке как будто подушку для беременных ты мой сладенький она так постоянно тут валяется нравится и тут лежать почему-то почему тебе тут нравится лежать а зайчик мой а мой зайчик как он хорошенький ну что за ягода мамина ягодка ягодка моя так ребят мы уже дома и все что я могу сказать это то что у нас было чудесное лето несмотря на то что мы никуда не ездили отдыхать на море никаких таких узнаете путешествие каких-то в духе ярких воспоминаний там каком-то новом месте какое-то классное путешествие которое заряжает какими-то эмоциями типа отлично привели время на даче отличные воспоминания и и вообще отличное лето и вот знаете каждый раз сидишь такой и думаешь какой ужас происходит вот к вид помните к вид какой ужас какой ужас какой кошмар это действительно был кошмар ну и есть кошмар сколько людей сильно болели и не только да и хуже исходы ну как бы ты все равно сидишь и думаешь какой ужас какой ужас страшно реально страшно каждый раз кажется что ну уж куда еще хуже но нет есть всегда куда хуже всегда есть куда хуже об этом нужно помнить это как бы знаете как как сохранять какой-то здравый рассудок позитивное настроение просто подумать о том что так хорошо как сегодня возможно уже не будет вот такой вот позитив это я к тому что по сути все что я могу сейчас сказать что можно сказать спасибо этому дню порадоваться этому дню нет сил вообще сейчас ни на что ни на какие там уборки разборки это просто ну не то что физически психологически это типа знаете как я вот люблю там поубираться дома не знаю занять свои руки каким-то вот таким делом чтобы очистить мозг как то не знаю подумать о чем то другом сосредоточиться на каком-то действии типа уборки сейчас я понимаю что даже это ну конечно я вчера попылесосила блинчики сделала короче сидишь постоянно в телефоне не можешь от него оторваться не потому что типа так прикольно сидеть в телефоне а потому что просто тебе кажется что ты можешь пропустить что-то важное что хоть каким-то образом может быть успокоит твое какое-то внутреннее состояние но конечно же нет понятно ты всегда надеешься на лучшее всегда до последнего это нормально всегда надеяться на лучшее верить в лучшее сколько уже в жизни чего не случалось я каждый раз как и все люди надеюсь на лучшее но всегда у меня в голове крутится типа от судьбы не убежишь давайте отвлечемся и поговорим о чем-то хорошем о чем-то позитивном я думаю что все уже в курсе что карина беременна и конечно же многие спрашивали хотя я уже в телеграме своем кстати ссылку оставила в описании обязательно подпишитесь я там всегда все комментирую раньше чем где-либо и рассказываю что-то раньше чем где-либо и я там уже прокомментировала то что конечно же я была в курсе того что карина беременна где-то наверное она была может на восьмой неделе на седьмой неделе беременность что-то такое вот так что она мне рассказала поделилась со мной и еще карина сказала что через сколько-то там недель не знаю когда выйдет это видео она расскажет о том кого они ждут я уже знаю кого они ждут и больше того могу сказать что я угадала я ей практически ну не сразу но в принципе я ей я ей написала несколько скажем так моих как сказать предположений догадок критериев по которым я считаю что у них будет кто-то я ей сказала что типа блин ну мне кажется что стопудово будет кто-то да хотя перед тем буквально наверное за день до того как они сами узнали пол ребенка я как будто на секунду засомневалась я ей написала что типа блин хотя не знаю может может ну может кто-то вот кто-то будет я угадала и мне конечно будет интересно потом проверить на себе такую систему но мне кажется что я уже и так знаю кто у нас может родиться первым когда мы будем ждать ребенка вот ну не знаю а там уже все равно как бог даст как решится и так далее мы купили клей от мышей и знаете что меня волнует ловушку то мы сделаем используем вот этот вот клей и так далее и так далее но что меня волнует больше всего что мы уедем с дачи ну практически на неделю если не больше потому что мы сейчас поедем на дачу к моим родителям потом мы поедем в Москву у нас там есть дела и потом только получается вернемся сюда короче я хрен знает но суть в чем сделаем мы ловушку и уедем на неделю мышь приклеится начнет здесь разлагаться вонять ну как бы это тоже плохой вариант и что же нам делать я думаю может быть сделать какую-то ловушку на втором этаже пока мы здесь может быть мышь туда прибежит хотя она скреблась внизу но она же может ходить по дому и заставить лестницу чтобы вива туда не пробралась потому что кто-то там переживал по поводу пушка по поводу вива чтобы они туда не приклеились и так далее в телеграме это я обсуждала с подписчиками ну пушок к нам сюда приходит чисто покушать и уйти он на второй этаж даже не поднимается а вивиена может туда подняться но если заставить то она никак не поднимется потому что тупо не сможет просто сделать двухуровневую защиту знаете типа сначала одно поставить потом подальше еще что-то поставить чтобы уж наверняка я без понятия как мышь пробралась в дом потому что нет никаких дырок в дом их реально нет даже маленьких есть сетки такие решетки в подвал но они недостаточно широкие чтобы мышь проскользнула то есть ну максимум проскочит червяк наверное я уж не думаю что мышь настолько маленькая будет то есть я предполагаю мышь может быть вот такого размера вот такого а может и меньше ну типа я ну как бы видела мышек и даже вот как я рассказывала мой дедушка как-то вот поймал также на вот такой клей мышку на втором этаже но я все равно не знаю как она забралась единственное как она могла зайти в дом это через дверь то есть это грубо говоря мы оставили дверь на какой-то момент и мышь такая ага никого нет пока мы больше ничего не слышали не знаю может быть конечно заходил пушок вива полаяла пару раз и мышь такая ой 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 ухожу из этого дома здесь опасно находиться но что-то с трудом верится может она просто пошла на второй этаж куда-то скрестись хрен знает потому что она может мышь умная чувствует что мы здесь на первом этаже живем и чтобы нас не напрягать не пугать и чтобы нас не вынуждать как-то за ней охотиться может быть она ушла на второй этаж можете в комментариях тоже написать как вы думаете кого карина с оском ждут понятное дело это либо девочка либо мальчик мы не знаем типа не знаем вот как сказал карина в течение нескольких недель она уже сама об этом расскажет у них там готовится какой-то ролик на эту тему как я узнала я узнала не со слов но и не видела готовый большой ролик разумеется я думаю что все мы его увидим в один момент не знаю захочет карина мне его раньше всех присылать но я увидела кадры снятые на телефон самого события самого узнавания причем самое интересное что мы с ней переписывались ночью то есть у нас в россии была ночь у них в америке уже утро и я ей писала то что а сегодня же вы узнаете так волнительно и она мне писала то что уже через 6 часов узнает а мне надо было уже ложиться спать вот и я ей сказала чтобы она мне прислала как только сможет и потом уже я утром когда проснусь я увижу и как только я проснулась первое что я узнала это кого ждут карина с оском вот что же мне еще с вами обсудить как я и рассказывала завтра мы поедем на дачу к моим родителям потом москву по делам я не знаю сейчас еще со славой поговорю но возможно мы не будем сейчас ставить ловушку для мышки вот этот клей почему потому что ну сейчас мы бы мы и не поставили а типа перед уездом не знаю подумаем может попросим соседей чтобы зашли проверили потому что ну конечно это ну как у меня уже там в телеграме были обсуждения по поводу того что гуманно что не гуманно ну как бы в любом случае не гуманно так же как и для нас тоже не гуманно чтобы в доме заводились мыши которые могут ходить где-то какать еще что-то переносить какие-то инфекции то есть в любом случае ну как бы и нам нехорошо и мышам получается не в кайф если мы их поймаем в ловушку и ну понятное дело они как бы уйдут в мир иной то есть тут как бы ситуация в которой никто не рад и с этим ничего не поделаешь кто-то говорит что есть такие варианты типа какие-то ультразвуковые штуки от мышей отгоняет еще что-то я не знаю вообще про такое ни разу никогда не слышала но это мне подписчики рассказали и папа тоже мой сказал что есть такая фигня и что типа она работает можно попробовать но не знаю не знаю не знаю но честно вот эти вот мыши все это совсем неприятно потому что я вспоминаю когда я убиралась в подвале я там нашла очень много мышиного говна и это конечно не то чтобы прям прикольно то есть одно дело всякие мошки дохлые мухи дохлые не знаю паутина пауки пыль ну как бы ты к этому ну как-то с пониманием относишься но говно мышиное это как-то совсем прям не прикольно ну я думаю что вы должны меня понять скажу честно настроение для того чтобы сильно много что-то снимать веселиться конечно нет потому что я думаю все следят за новостями голова немножко забита сейчас другими какими-то моментами вот единственное что как-то отвлекает это разобраться с этой мышью не будем нагнетать не будем паниковать потому что все это дело ничем нам не поможет а сделать только хуже погода еще испортилась обещают что в субботу будут просто нереальные дожди в москве по крайней мере не знаю как в области но мне кажется в области тоже будут и еще что могу вам рассказать это если о чем-то рассказать я последнее время подсела ну как подсела начала смотреть Алену погребняк короче я люблю смотреть треш обзоры вот у меня из таких фаворитов кого я начала изначально смотреть это Настя молотова и я и по сей день смотрю ее видео когда они выходят не знаю очень люблю такое потом я также начала смотреть Алену погребняк ее видео позитивненькие такие достаточно отвлечься как-то посмотреть достаточно прикольно посмотреть что и накрасят там на лице кстати знаете я периодически тоже думаю блин это же не то что думаю представляю себя что я прихожу в салон снимаю себя мне делают какой-то стрёмный макияж и че мне еще нравится в реакции алены то что она всегда такая ну типа знаете она она знает то что например так нельзя или то что это ну так типа не делают или то что эта кисточка там грязная и там бактерии и она задает такие вопросы типа а там нет а там наверное бактерии какие-то да и например визожист говорит нет нет там никаких бактерий нет или он таковой а ну то есть никакой болячки у меня если чо не будет Да, он говорит, нет, нет, не будет сейчас. А, ну хорошо, все, отлично. То есть она как бы соглашается, она не создает каких-то скандалов, она очень спокойно сидит. Мне кажется, что если бы я что-то подобное делала, то я бы, наверное, вела себя больше как Алена, наверное. Потому что Настя Молотова, она более так вот, ну, категорично, наверное, жестко. Это как посмотреть, но все равно это абсолютно два разных человека с разным характером. И любопытно и интересно смотреть как и Молотову, так и Погребняк. И по поводу Насти Молотовой, у нее, наверное, побольше трэша все-таки происходит, побольше выпусков с полицией, с разборками, там, с какими-то вот такими движухами. И это тоже, ну, понятное дело, всегда интересно посмотреть. У Алены больше как какой-то легкий позитивщик, я это так как-то ощущаю, это мое ощущение. Хотя вот, кстати, когда я начала смотреть Настю Молотову, я знала, что есть еще Алена Погребняк, которая тоже снимает такие видео. Я начала смотреть ее видео, мне как-то не зашло. Мне как-то было как будто бы скучно, а вот сейчас как-то прям зашло. Я достаточно много уже видео ее посмотрела. Я даже, когда смотрела ее видео, подписалась на нескольких визажистов, которых она показывала, которые ее украсили. То есть я смотрела не то, как она в салоны ходит, но как ее красят, ну, профессиональные визажисты, красивый макияж. Ну, короче, прикольно на самом деле. Мне все это как-то нравится. Я уже, не знаю, какое время, постоянно задумываюсь о том, что было бы прикольно. Мне, не знаю, не то, что там какие-то курсы, ну, сейчас же популярно вот эти всякие рилсы, где типа сначала, ну, без макияжа, такое не очень, а потом какой-то классный переход. Вот именно на хорошем фоне, с хорошим освещением, на хорошую профессиональную камеру, статичные такие всякие ролики. Очень классные, мне их безумно нравится смотреть, не знаю, прям. Я даже подписалась на несколько людей, кто снимает такие ролики и прям постоянно мониторю, листаю, смотрю до и после. Меня это вдохновляет как-то на то, чтобы тоже научиться как-то краситься. Но каждый раз я смотрю и думаю, блин, вот у них нет, например, нарощенных ресниц. Они там классно нарисовали стрелки, наклеили ресницы и уже вау-эффект. У меня не то, чтобы такой прям вау-эффект. Я еще даже помню, когда меня красила Гуар, даже в первый раз, когда она меня красила для телеканала Пятница, что ли, у нее был свой проект-шоу. Я помню, что когда она меня красила, она мне сказала, что тебя, наверное, часто красили, ты видела себя по-разному, и у тебя еще и ресницы нарощенные. Ну, то есть, вот такого прям вау-эффекта, ну, вряд ли будет. Да, понравится, понравится, может, да, будет классно, там, еще что-то, но вот чтобы прям вау-эффект, вряд ли. Но на самом деле не то, чтобы так и было, а просто мне очень понравился макияж, который мне тогда сделала Гуар. Да, я не знаю, это, по-моему, 16-й год был. Кстати, макияж и прическа, которую вот она мне делала тогда для проекта, у меня потом была фотосессия, и эти фотографии, одна из фотографий, понятное дело, серии, стала обложкой к моей песне «Почему», кому интересно. И я помню, что тогда мне Гуар так круто накрасила брови, вот именно, сейчас они у меня не накрашены, она мне именно удлинила уголок и сделала, получается, вот эту штуку. Ну, то есть, короче, раньше они у меня были больше такой, прям, ну, короче, не знаю, как объяснить, галочкой. А она мне сделала так, что она их как бы вытянула, и только потом, типа, уголочек вниз. Ну, не знаю, понимаете вы, нет? Потому что раньше у меня были, получается, вот так вот идет, и, типа, острая, резкая, длинная, еще полоска. А она мне именно как-то вот сюда, знаете, дальше зашла, и вот такой уголок. Короче, мне безумно понравилось, как она мне тогда сделала брови, и я начала красить брови так, такую форму, и вот с того момента у меня брови стали начинать быть похожими, ну, на что-то приличное, на что-то более, наверное, даже не то, что модное, а подходящее к моему лицу, более, не знаю, облагораживающее мое лицо, если так можно сказать. Ну, короче, вы поняли. Поэтому это здорово, и я не знаю, почему я так часто отнекиваюсь от съемок с визажистом, потому что, ну, как-то, знаете, у меня всегда ощущение, что лучше меня самой меня никто не накрасит. Но это на самом деле неправильно, потому что, да, конечно, я сама неплохо крашусь, я знаю свои какие-то моменты, которые мне хочется самой как-то подчеркнуть, или наоборот, там, скрыть какие-то, да, там, нос самой накрасить, еще что-то. Но, по сути, все остальное намного лучше меня сделает визажист. Ну, губы еще, чтобы я сама накрасила, потому что мне форму губ, ну, лучше, ну, как бы, знаете, есть такие вещи, как вот кто-то стрелки сам себе лучше нарисует, потому что так, как знает, как ему нравится, да, кто умеет, тем более. У меня такая достаточно острая тема, это нос, губы, ну, и брови, в принципе, тоже, потому что брови, это тоже для меня больная тема, ну, надо, чтобы они были прям как надо. Такой вот влог у нас получился, я даже не помню, о чем он у нас вообще был, потому что я несколько дней не снимала, потом опять несколько дней не снимала. Покажу вам свой маникюр, потому что в планах у меня сделать в Москве новый. Это вообще трэш, просто трэш. Ну, мне сейчас так пофиг. Ну, конечно, эстетически это некрасиво, но просто мешает, потому что где-то здесь есть какие-то штуки, где-то отломилось, где-то ноготь мягкий достаточно, и, ну, короче, что я говорю, кому по кайфу будет с таким маникюром ходить, но это, конечно, не самая большая проблема, вообще не проблема. Так что такие дела, я с вами прощаюсь на этом, надеюсь, что вам понравился влог. Когда мы будем в Москве, я тоже планирую снимать влог. Надеюсь, что мое настроение будет мне это позволять делать. Казалось бы, как Малахов говорит, берегите себя и своих близких. Вот что я могу сказать. Ну, и, конечно, ставьте пальцы вверх, если вам понравилось это видео. Оставляйте комментарии, я буду вам за это благодарна, буду рада их посмотреть, почитать. Всех люблю, целую, обнимаю, будьте счастливы, здоровы и всем пока!